добрый день мы сразу давайте договоримся у нас все записывается выставляется в интернет вы не против ответьте не против нет нет хорошо я вас слушаю пожалуйста говорите у вас в этом маленько пониже лицо сделать или чуть подальше у вас а вот того закрепите на этом все пожалуйста после телефон немножко впереди поэтому на плане договорите игнатий технич суть вопроса вот какова евангелие от иоанна 21 глава 15 19 стих когда господь спрашивает у петра утра трижды спрашивает его любишь ли ты меня в синодальных переводах и в синодальных переводах и везде переводов встречается слово любовь любишь ли ты меня и апостол отвечает ему да люблю тебя да но если взять греческий текст то и перевести на греческий посмотреть что все-таки господь говорит об спрашивая задает вопрос по словам любовь он задает именно агата агата а апостол а петр отвечает ему именно фириос фирио да хоть немножко о другом качестве любви но все равно и все к сожалению вот русский язык он не передает вот эти вот оттенки то есть не происходит ли не то что здесь происходит искажение суть вопроса заключается в следующем что любовь которая о которой говорил господь он подразумевал именно любовь жертвенную из толкования из толкования феофилакта болгарского из толкования лопухина второе толкование да которое приходилось читать речь все-таки идет о когда он по своему по своему недостоинству он говорит о том что он не может претендовать именно на жертвенную любовь агата да он говорит именно об именно о филио такой ну такой любви вот такой вот именно филио любви суть вопроса она заключается на контексте ее немножко я немножко вернусь суть разговора была в следующем что ни одно слово вернее русский язык он очень могучий он очень богат но ни одно слово вернее слово любовь у нас недостаточно выражено мы любим и картошку жареную мы любим и котлетку мы любим родину и любим господа и вот слово любовь мы все обозначаем одну любовь и поэтому возникает вот такой перекос на мой взгляд да перекос в понимании значения слова любовь именно значение слова любовь потому что то к чему призывал господь он призывал жертвы на любви к любви агапы и он задавал это петру и даже других других местах в новом завете встречается именно слово агапа и господь призывал к агапы именно к жертвенной любви суть вопроса теперь когда мой младший сын подошел ко мне и спрашивает ему 15 лет он спрашивает папа а как понимать слово любовь и еще говорю суши поставил в тупик и пришлось изучать потому что я понимаю что происходит какая-то подмена понятий суть вопроса заключается в следующем как вы считаете на ваш взгляд можно ли можно и нужно ли использовать при оценке слова любовь именно хулино греческий вариант значение этих слов в понимании о том чтобы у молодого человека не возникла именно каша в голове о том чтобы не подразумевалась там именно только одна плоская любовь да да вот супер просто такова спасибо я на эту тему говорил не раз проповедь и как раз про это и говорил что означает филе агапы все можно можно там еще не только это там и нет тройное тройное еще не только вы поминаете двое а на самом деле трое там если внимательно смотреть может обнаружить но в русском языке вот в данном случае нет этого разброса у нас любовь видите как но мы-то понимаем о чем он говорил не о картошке жареной и а когда начинается то тогда он тогда понял когда что я огорчился что говорить это но греческие именно так показали что петр не понял о чем господь вопрошал а то или любви которые он думал слева или справа сесть ваш по ваш на вопрос он в ответе петра заключается фактически он понял это и третий раз да и поэтому для вас уже он смутился удар конечно смутился да но игнати еще раз я говорю суть вопроса мне как катехизатору будущему катехизатору поскольку приходится учиться на катехизирующих курсах суть вопроса заключается в том что если возникает вопрос о и затрагивается тема любви стоит или не стоит и отталкиваться на греческие формулировки значения понимания слова любовь видите я много лет вел занятия в университетах пяти десятка школ милиции везде я кратко объяснял всегда что означает по-гречески ага пифили вот полная отдача все что есть но дальше больше к этому не возвращался я показывал что все объемное слово любовь наша показывает нет больше той любви как то душу свою положит за друзей своих и на этом останавливался однажды указать надо ничего не скрывая но и довольно на этом не зацикливается а тот иногда человек знает несколько слов по еврейски там по гречески и начинают рассусоливать я однажды достал когда библия лопухина называется там 12 книг в трех томах юбилейная была изданная богатый-богатый такой я один урок но урок это пара часов университете едва и два до конца довел и больше я в руки не взял я всегда вел занятия по блаженному феофилакту который собрал из святых отцов кратко счетно ясно к небу а тут как для археологов какое слово когда возникло там начинает морфологически синтаксически столько разборов и нигде один не запомнит и не будет я даже у феофилакта иногда нахожу что он объясняет как иные думают он не настаивает а именно вот так есть а есть так если вижу что это на думке придумки монахов я его не выбрасываю с контекста я скажу но вы не запомните и больше я вам говорить об этом не буду но вы знаете это потому что соберем апокалипсис андрея кисарик и подокиска архиепископ толкование есть трех толковый есть семи толковый один и тот же стих 7 разных толкований дается почему а никто не знает как существует такое такое и такое и вот мы выпустили новый завет чтобы на отдельно феофилакт от мотфея до евреев послания такое выходило а чтобы с откровением нигде не не восточной незападной церкви и господь мне позволил издать трехтомник по семьсот пятьдесят две страницы полное толкование и комментарии впервые так вот тот кто по откровению собирал по всем святым отцам он магистр богословия отец геннадий фаст он три года занимался этим но толкование вместе откровение занимает 434 страницы это очень и очень серьезный труд он вышел отдельная книга но я в себе включил с его разрешение он мой ученик у меня в доме обратился поэтому он два условия поставил я их выполнил условия первое было чтобы было благословение епископа на это я сразу попросил епископа на издание и указание что этот материал раньше нас был перепечатан в таком-то журнале потому что те заволновались мы первые напечатали вот нас берете они отдельно еще не издали я говорю как бы ко мне он не заехал он немец преподаватель томского университета у вас бы этого не был будьте довольны тем что есть сегодня иначе бы он не обратился но он капитально начинает игнатия богоносца младенца которая христос брал на руки говорил таковых и старство небесное до самого последнего дня и все лжетолкования сектантов самое современное разбирает почему что он оттуда минонит был у баптистов и он все это подробно и вот это у нас третьем томе отображено на нашем сайте можете увидеть зайти я могу вам скинуть после беседы да хорошо на самом деле если немножко позволю себе вернуться чуть назад к этому вопросу вопрос вопрос звучал то чисто с практической современной точки современной точки о том что понятие любовь зачастую она исковеркана и когда зачастую приходится и семьями встречаться да когда ну беда в семье да а он меня не любит а что ты понимаешь под словом любовь то есть имеет ли смысл задавать такой вопрос что ты включаешь это понятие любовь какая должна быть любовь и такой простой вопрос но как-то вот ну из моего опыта он просто будет людей в тупик вот и получив от вас ответ о том что нет больше жертвы чем отдать жизни за друге своя да ну наверное наверное да коротко и ясно все сказано в любом вопросе мы должны все-таки показывать людям планку не принижать и на грязной лужи однажды сказали а он может и не будет это вот я беседую иногда у меня знакомые 54 года на миссионерской работе тут крица весь мир объехал и когда беседуешь с протестантами ну они знают христа там убирали пролитую кровь голгоф и все я говорю и это все а скажите как вы понимаете начало мудрости страх господень апостол павел из со страхом и трепетом совершайте свое спасение а чего нам бояться мы спасены игнатий брещенинов говорит если ты не испытал страха что ум твой в гиене как пимен великий говорит начни сначала там ничего еще нету это просто ты думаешь так как павел говорит я смиряю порабощаю тело моё дабы проповедуя другим самому не оказаться недостойным не буду впредь есть мясо пить вина вы согласны что павел прав был да а он говорит подражайте мне как я христу вы принимаете да скажите вы живете где но мы живем как я в барнауле но вы знаете что здесь 15 храмов православных какие не на если они православные но у вас тут две общины баптистов в это тоже знаете скажите вы знаете что сейчас великий пост перед пасхой семь недель когда не мясное не молочные яйца не едят растительное масло только в субботу воскресенье ну это человеческое это люди придумают павел знал это но если это соблазняет брата моего не говорил что мясо нельзя ну не буду есть я у адвентистов был 53 года назад один раз я натолкнулся на них они не едят мясо с тех пор никакое мясо мой в рот не попало больше ни капли вина и после этого не выпил ничего алкогольного почему мусульмане не едят свинину и поэтому я понял это очень выгодно два миллиарда людей на мне не соблазняться в этом вопросе а вы живете среди православных ну можете отказаться все ну как так это белки то есть он начинает уже в такую степь я уже больше не буду говорить я понимаю ничего там нету не буду павел горит не буду павел не буду ты подражай ему а почему я не буду мы храм да у тебя не храм уже череповецкий комбинат металлургическая печь вот такая утроба ты в сосуде себя в зеркало так как вебку не вмещаешься но и ладно ли будет это но я уже строго говорю и человек тогда ну вот так же у нас принято так соблазняются дальше дало и прочь и нормально нормально а то без страха уточняют себя иуда зачем это говорил но написано пища не приближает не отдаляет и веге в это нашли где-то написано но найдите я вам сразу дам тысячи долларов все у меня их нет я знаю что этого нет не написано она не отдаляет есть есть не приближает и не отдаляет она не приближает и отдаляет отдаляет очень сильно адам вкусил и вылетел из рая и 100 миллиардов уже умерло миллиардов людей отдаляет или нет подошел когда дьявол и говорит камни сделай хлебами отдаляет нет а теперь не пора дать не купить речь идет не о ботинках конечно когда начертание будет ставить за пищу свою за пищу когда вспомните как у велисея было ребенка то они моё с ее съели а это не они они отдала и сар ужаснулся за голову схватился вот как пищи отдаляет и поэтому не давай соблазна никак вот нас мне вот я она еще были там в ватикане подарили я папам книгам у меня книги выше 38 книг из печати ну новый завет там и кистины кистина православия и до слова божия нету я им подарил с папами не спорю никогда но есть моменты которые я непременно скажу с этим я не согласен это примат папство что папа над всеми должен и второе бритые я не могу с этим согласиться совершенный человек с большой буквы христос он не брился давит слух над которым рассмеялись обрили даже в земной иерусалим не пустил идем в небесный в библии грани одного слова лишнего нету согласны да это так ну дину когда изнасилищил что написано что он сделал с ней но обесчестил а когда слугом борода обрили очень обесчестил слова очень зачем стоит то есть это хуже изнасилование а ты каждый день скоблишь себя что для мамы в доме ну вот так поговорили ну там католические эксензии один рассказал он не будет слушать вас больше я не отвечаю после первого второго разумления говорит отвращайся ибо они будучи самоосужденно развратились и а кому-то угождаешь скажи зачем это держишь я как-то в павлодаре приехала там был пресс-фитер баптистов очень хороший седлецкий карл станислава еще из молдову там я собрали старики безбородые все я про почему безбородые ну сейчас так вот приняты это открывай журнал баптист 1910 год большой как журнал огонек так еще больше по размеру вот такой открыл и сидят несколько рядов молодежь вся все с бородами ваш журнал ну посмотрите от ленин сидит союз борьбы за освобождение рабочего класса бабушкин там все сидят самому старшему 30 лет все с бородами давно ли это пришло смотри брежнев как с фиделем кастром целовался и борода не мешала но так поговорили и один из них стал бороду носить так они как зажали чтоб сбрил а ему под 80 лет значит у вас не просто это вы уже направляете стрелы против слова божия один рассказал больше не буду говорить и у нас не положено спорить не церкви божией но возвестить я был обязан я никогда не спорю с католиками они схождения духа святого от отца и сына у них а у нас от отца филиок вы потому что то и другое святые отцы принимали разные зачем я буду говорить этого первых спасение не касается недосягаемо далеко просто я сейчас он говорим я вам ответил вопроса любви больше не возвращаемся теперь я приступаю к делу вот помба был такой святой ему один подошел и говорит ты хочешь ходить на уроке слова божие изучают он как хочу водка пришел он говорит кто хочет видеть неблаги удержи язык свою от зла и уста свои от лукавых речей он сразу встал и вышел она потом встретил место через три а еще не ходишь я как еще не усвоил это я там осудил готов сказал вот как освою первый урок приду а то еще и дальше идти когда самое простое не освоил то вот надо научиться брать отовсюду хорошие услышал вас ну что ж спасибо вам спасибо христос слава иисусу все было так что у вас еще вопросы есть нет нет а вы не задавали вопрос о поклонении что ангел не принял поклонение она в откровении когда ангел поклонить ангелу поклонился я на он говорит не делай сего я сослужитель тебе вы не задавали по телефону мне вопрос это не вы значит это кто-то другой ну ладно тогда храни вас господь если будут вопросы по священному писанию я вам скажу как никогда заходить это у нас получается 6 с двух часов по москве запишите с двух часов по москве до 14 по москве мы встаем рано в это время заканчиваем молиться и у меня свободное время с двух часов по москве до 14 по москве до 2 часов ночи у нас уже у нас тоже 6 будет барнауле вот вы можете в 3 часа в 4 в 5 до 14 часов по москве вот в этом вот в это в будет хорошее дверь открыты я понял но двери не завтра спасибо большое аллилуйя laude tur jesus christus слава иисусу христу благодарю что пришли познакомились слава христу сейчас тут еще двое просят сейчас я их вызову занятия